Даша Манза Я выбрала скрипку, наверное, потому что этот инструмент не показался каким-то особенным, похоже на что-то нежное, наверное, как на голос моей мамы. Может быть, я именно поэтому выбрала скрипку, может быть, потому что мне очень сложно играть, я не люблю искать легкие пути, я всегда иду по-сложному. Путь тернист, но благодатен. За шесть лет Даша объездила полстраны. Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Сочи, Тюмень. Слушала аплодисменты со швейцарской сцены, принимала хвалебные слова от Дениса Мацуева. Но радости девочки не было предела, когда на международном фестивале «Москва встречает гостей» ее заметил очень интересный человек. Буквально за 10 минут до выступления мне подошел этот мужчина и сказал, я хочу тебе подарить скрипку и не хочешь, что ты на ней сыграть прямо на концерте. То есть я вижу первый раз инструмент, и меня просят на нем сыграть. Но я не задумываясь, просто сказала «да». Это оказался французский мастер Алан Карбонар. Каждый год он посещает фестиваль и дарит именную скрипку, на его взгляд, самому талантливому ребенку. В 2015 году им оказалась Даша, и она блистательно сыграла на своем подарке. Если хорошо присмотреться, то внутри скрипки видно клинок мастера. Инструмент очень яркий, очень теплый, у него очень красивые тембры. На нем очень легко играть, он очень легко ложится в руку мне. И с этим инструментом у меня всегда есть желание играть. Она часто просит меня стоять за сценой и поддерживать ее за сценой. То есть я буквально пропеваю каждую ноту, каждую эмоцию и так далее. Вот если я чувствую, что во мне назревает какое-то беспокойство, какой-то трепет, я понимаю, что этот трепет же испытывает и она. И стараюсь как-то себе настолько, что она уже профессионал. Она уже все умеет, все знает, она справится. И в этом можно не сомневаться. Сейчас Даша занимается под руководством профессора Академии музыки и театра Михаила Иосифовича Бенюмова. Ездит на мастер-классы в разные города. Каждый день после уроков ее вечера посвящены музыке. Честно говоря, это трудно, но в принципе я с этим справляюсь. И в школе я учусь на 4-5, тройку у меня нету. Двойка тоже. В будущем я себя вижу, конечно же, музыкантом. Я буду продолжать развиваться, буду продолжать заниматься музыкой. Весной этого года юная скрипачка стала серебряной медалисткой всероссийских молодежных дельфийских игр. Каждую победу она принимает с благодарностью и не упускает возможность порадовать окружающих волшебными звуками инструмента.